Дорогие друзья и гости Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках реализации проектов благоустройства улиц, площадей, парков, а также городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в соглашении между Министерством спорта и молодежной политики и юностью России об открытии нового борцовского зала. Зал был предоставлен на безвозмездной основе индивидуальным предпринимателям Саксоновой Вальтины Васильевне. Давайте выразим ей благодарность за этот благородный поступок вашими аплодисментами. Дорогие друзья и уважаемые спортсмены! Я извиняюсь, что у меня сильный голос, много мероприятий в последнее время у нас на улице часто проходят события. В общем, что хочу сказать, я всегда стараюсь поддержать у нас в республике такие мероприятия, как борьба, национальные мероприятия, калмыцкий язык. И сегодня я приехал выразить свою благодарность уважаемому спонсору, хочу сказать, что у нас в листе открывается много пивных заведений, алкогольных всяких, много. Чтобы травить народ у нас в нехватке, так сказать, в питейных заведениях никакого нету. Но вот спортивные мероприятия, там, где наша молодежь может укреплять здоровье, там, где могут заниматься. Я надеюсь, что в будущем, вот всеми усилиями людей, которые занимались организацией этого, открытия этого спортборцовского, этого зала. И надеюсь, что вы будете показывать хорошие результаты, радовать меня. Я всегда, если халмыки или из нашей халмыки где-нибудь выступают, борются, побеждают, я сетклербром радую, мы однозначно даже ном читаем для этого. И хочу вам пожелать всем спортсменам больших спортивных достижений, результатов, крепкого здоровья. Не бейте так же продолжать и тренироваться, тем более, что есть люди, которые создают для вас благоприятные условия, турниры, делают для вас здания там, где можно достичь даже профессиональных высот. И огромное всем спасибо, всем организаторам, всем, кто принял даже малейшее участие в этом благом деле. И сегодня мы хотим перед открытием прочитать новое очищение данного здания, чтобы не было травм, чтобы не было конфликтов, чтобы в дальнейшем вы, ваш коллектив, все люди, которые будут здесь работать, заниматься, чтобы был успех и хороших всем результатов. Большое спасибо за внимание и я хочу ее рассказать для вас. Халим Гагар, так как у нас скоро будет зул. Джил насын маднын халим гуд. Манна халимык батыр муд. Зулан кейгад. Юрян халимык танчан дел гурят. Халимгин мейран дудулат. Зул насын декоридат кемшалты кулаға. Юрян халимык танчан дел гурят. Дорогие ребята, этот зал открыт именно для вас, для того, чтобы наша молодежь могла проводить время не просто на улице, и вот как правильно сказал Санан Гилюнг, не в петельных заведениях, а в пользу для дела, для здоровья, для самовоспитания, конечно, прославление нашей республики, заниматься спортом. Надеюсь, этот зал примет новых воспитанников этого района, где и так не хватает не просто спортивных залов, но спортивных площадок. Я чувствую, что тренерам, которые перешли в этот зал, будет в первое время сложно особо, так как поток, я понимаю, что будет очень сильный. Хотел бы пожелать удачи, в первую очередь, конечно же, нашим тренерам, чтобы они уже освоили этот зал и начали воспитывать новое поколение. Спасибо большое. Хотелось бы пожелать сегодня всем удачи, показать спортивные результаты, конечно же, стремиться к большему. Сегодня хотелось бы тоже поблагодарить и Валентину Васильевну за предоставленное помещение, потому что я буквально в воскресенье здесь был, и, конечно же, глаз радовался. А сегодня, когда я пришел, уже увидел готовый зал, конечно, это что-то другое уже. Поэтому я сегодня поздравляю вас всех с этим маленьким праздником, с открытием зала. Надеюсь на то, что с помощью ваших преподавателей, с помощью ваших тренеров, конечно, ваши результаты будут улучшаться. Тем более у нас в республике есть ребята, которые уже показали на уровне России и на уровне всего мира спортивные результаты. Поэтому, я думаю, есть за кем тянуться, есть кому подражать. Всем вам удачи и с наступающим праздником ЗУ. Не каждый ребенок может заниматься только греко-римской борьбой, или не каждый ребенок может заниматься только самбо. Поэтому мы пригласили вас, предоставляем вот этот зал для того, чтобы здесь были все виды борьбы. На сегодня это так. И оно, почему находится под юность России, я являюсь председателем юности России. С председателем юности России, генеральным председателем Алан Михайлович, пообещал открыть с Нового года финансирование по юности России. Если это все у нас получится, значит мы будем выезжать по юности России, откроется у нас финансирование. И я думаю, что мы будем принимать участие во всех международных и всероссийских соревнованиях под эгидой юности России. Хочу пожелать вам, ребята, чтобы вы занимались хорошо, слушали своих тренеров, добивались хороших результатов, не только на всероссийских, так же на мировой арене. Желаю всем благ и всего-всего самого наилучшего. Это радостное событие не только у вас. Это, наверное, даже больше у меня, чем у вас. Потому что идея этого спортивного зала у нас зародилась в 2013 году. На этом месте, кто может помнит или нет, был пустырь, было болото, была несанкционированная свалка. Администрация пошла нам навстречу, когда я подала туда заявление, выделила нам этот участок земли. Мы долго бились с этим участком, он проблемный. Но в итоге вот получилось то, что получилось благодаря Минспорту, благодаря администрации, благодаря заслуженному тренеру Левину Нане Александровичу. Мы сегодня получили такой прекрасный результат. Я сама мама троих детей, поэтому я очень-очень рада, что здесь будут заниматься именно дети. Я желаю вам... Я знаю, что спорт – это здоровье, потому что мои дети занимаются спортом. Мой старший сын занимался всегда и сейчас занимается спортом. Спорт – это здоровье и красота. Я желаю вам спортивных успехов. Желаю вам здоровья. Желаю, чтобы все у вас в жизни, то, что вы задумали, все это случилось так, как у меня вот сегодня. Всего самого хорошего. С Новым годом вас всех. С праздником. Субтитры сделал DimaTorzok